дамы и господа рад вам представить замечательную вокалистку госпожу мэнди гейнс она очень активна на джазовых фестивалях по всему миру привет мэнди привет мэнди из огайо из сенсенате огайо занятно а сколько оттуда известных музыкантов было бы очень интересно узнать в сенсенате очень мощные музыкальные традиции не только джазовые но и связанные с рмб и музыкой соу например у джеймса брауна была огромная студия в сенсенате также множество замечательных джазовых вокалистов связали свою судьбу с сенсенате так в городе талида штата галия родилась нэнси уилсон а если бразерс из огайо джордж бэнсон очень часто играть с местными музыкантами в сенсенате будет скаутс известный контрабасист как же это замечательно чувствовать себя вокалисткой с богатым наследием из сенсенате все твои песни полны чувств и глубоких эмоций публика просто в восторге от них и от твоего голоса кроме того я слышал что мэнди гейнс дает мастер-классы по вокалу это происходит обычно в американских университетах кстати в штатах я этим практически не занимаюсь а вот когда нахожусь в туре по россии или по европе вот тогда это происходит довольно часто например во франции в бельгии и я занимаюсь со студентами как вокальной техникой так и импровизации мэнди что ты думаешь о слушательской аудитории чем например отличаются финские слушатели перед кем ты сегодня выступала и русские есть ли разница думаю разница есть финны более консервативны и находятся немного внутри самих себя это конечно совсем не значит что они не умеют наслаждаться музыкой по полной программе русская аудитория намного экспрессивнее русскоязычные всегда готовы поделиться эмоциями а что ты думаешь о перспективах джаза куда он движется у тебя такие глубокие корни в госпол музыки и одновременно ты фантастическая джазовая певица каких поискать с чудесным джазовым временем то бишь со свингом если бы перед тобой вместо меня сидел сейчас молодой джазовый вокалист или вокалистка то чтобы ты посоветовал с чего начинать на что обращать ну когда я начинала свою карьеру в джазе то можно сказать слышала и училась у великих элли фиджеральд сары вон и билли полидой я пробовала подражать их стилю не забывая развивать свой собственный стиль и голос до этого конечно я не распила в церкви в школе у меня было множество реальных учителей которые заботливо инструктировали меня мое пение безусловно уходит к орнаме господа мэнди когда я думаю о серьезном джазовом образовании какое дает например музыкальный колледж беркли или джульярд конечно они начинают с изучения великих и педагоги там очень влиятельные и харизматичные способные направить студенчество в русло джаза но с другой стороны система обучения заставляет плеть всех по одному руслу и этим ли не объяснить всеобщую одинаковость выпускников однако достаточно оглянуться в историю джаза чтобы найти крайнее разнообразие в звучании музыкантов прошлых поколений одна нота взятая скажем декстром гордоном или чарли паркин а может сары вон немедленно узнаваем каждый подготовленный слушатель чувствует их характерный стиль а сейчас ситуация в корне отличается ведь огромное количество молодых музыкантов играют под кого-то например тысячи саксофонистов подражают майклу брейкеру но мало кто по-настоящему заботится о создании собственного и неповторимого стиля на мой взгляд ты одна из немногих кто пестует собственный стиль кто через голос умело общается со слушательской аудитории твой голос это удивительный инструмент через который ты преломляешь свои эмоции это ли не лучший способ исполнять джаз да мне это подходит но я вспоминаю когда только начала свою карьеру молодой певицы мне пришлось выбирать с кем петь и что конкретно петь мест где я могла все это попробовать было не так уж и много но уверенно могу сказать что я опиралась на свой слушательский опыт великих джазовых певиц потребовалось время и определенный труд чтобы научиться петь и сформировать свой собственный стиль мы все подпадаем на протяжении разных лет под влияние тех или других музыкантов и безусловно меняемся популярная музыка тоже оказывает свое влияние и иной раз приходится умело ее петь это тоже очень интересная и замечательная сущность но вы должны решить что вам самим больше нравится какая из сущностей вам ближе всего ведь невозможно петь всю музыку мэнди есть такое мнение что золотое время джаза уже прошло я имею ввиду то время когда джаз был популярной музыкой что же сейчас остается делать современному амбициозному джазовому артисту как например как найти уютный баланс между разными стилями исполняет тот джаз топ-оп то музыку совершенно других направлений публика хочет слушать не только джазовые стандарты но и что-нибудь написанное тобой в том числе какие-нибудь необычные аранжировки как конкретно тебе удается найти этот баланс ну честно говоря мне представляется что в первую очередь все должно быть на основе честности перед самой собой все что конкретно мне самой нравится а это может быть в разных стилях ведь я случаю все от аренби и соул до музыки кантри выступая в разных странах я пою на английском языке который не везде понимает но везде понимает чувства и души и если я хочу быть понятой то мне нужно суметь донести до слушателей свои ощущения и эмоции и вот тут нет никаких шансов обмануть слушателей ведь именно за этим они и приходят мэнди спасибо за чудесный концерт и за время что уделила для интервью надеюсь что еще не раз получится вместе выступить всего тебе наилучше